В тот же день уводит ее. Я предупредил вам. Сейчас я редко включу. Они попробуют заинтересоваться, какие деньги можно ей сдать. Вот ответ. Скорбоним. Ладно. Положите. Потом мне... Карло положите? Нет, приняю. Смотрите, наш вопрос. Какие средства издаются? Ну, понятно. То есть, если узнали люди, я думаю, они переводят простудить. У меня минимальная пенсия 5300. Но вы заметите следующее. Набор делаю сам. Капитерный лёгкий делаю сам и фотошоплю. А вы к Прохорову не обращались, к миллиардеру? Нет, никому почти нет. Он вообще там меценат? Я никого не знаю. Но люди сами на меня выходят, когда узнают, я уже прекратил. Нет, а что он вам поможет? Он столько крафтал? Я был с удовольствием, конечно, но уже делал это в прошлом. Два года я прекратил его издавать. В папку сейчас положишь там. Теперь на обеих я расписываю. Вам никто не имеет права поделять пунктей или на книгу. Это дарственное. Но тут немножко получилось так, что... А обеих книги здесь нет, я могу еще тут прожить. Это у вас остается. Число сегодня поставьте. 22-й сегодня день памяти и скорби. Вот оно число. Тогда я эту беру, возьми, в папочку положи. Не знаю, то ли утеряли, или еще у меня целая пачка была книг. Я сейчас покажу, что сегодня они экономические книги. Она небольшая, но очень трудно давалось мне. Смотрите, 5 лет готовили. Но они экономические книги. И случайно можно было как-то даже достать, кто здесь будет. Или даже через тайшет. Вчера она вдруг обнаружила, что у нас ее нет. Была целая пачка. Мы каждый раз перегружаем, загружаем. Там степи, разложен палатник. Но нас не смотрят, не поймут, что это за... А вы сейчас в Иркутск, а потом... Да, ты как смотри, Кур. Вы слышали про убитого священника Александра Мения. Да. Вот здесь, сейчас покажу. Вот в 20-м коме, это наши с ним беседы, с магнитофоном. Их нигде в мире нету. Потому что мы с ним сидим, беседуем. Большие-большие вопросы. И он отвечает здесь. А потом с магнитофоном все переведено было на бумагу. То есть это не то, что оригинально, оно единственное. Это наше интервью. Мы с ним сидим у него дома, беседуем. Даже в аудио на сайте, там даже слышно, как ложечка чая мешает. Вот. Скоро скажу еще, Олег. Вот это вот крестиному православию, здесь говорится, предисловно. Она еще говорилась раньше, 150 тысяч экземпляров. А собирался материал почти 40 лет. Это духовная академия, священники, архиереи помогали. То есть в этой книге, ну, тоже, скажем, а это вот почти автобиографично. Теперь вот Новый Завет. Главная часть Библии. Полное толкование блаженного профилакта и с откровением, которое сделал отец Геннадий Фаст, а я миссионер. В моем доме пришли баптиисты, адвентисты, стали православными священниками. И здесь об этом говорится. Они собраны по святым отцам. За 2000 лет, вот в одном собрании, впервые они появились. Их не было. То есть, ну, любую книгу возьмут, все, у вас интересует старобрящество. 11-й том. Допустим, человек говорит, а у нас много мусульман. Полностью 18-й том. Весь Коран по сурово я там разобрану сравнение с Библией. За 1300 лет кто о них что сказал, когда, как прийти к нам к единомыслию, как мирно начать жить с ними. Тем более я с ними жил, и я знаю, о чем говорил. Допустим, евреи там, у нас что-то взяли. Вот оно, золото, евреи. Три тома. За 3600 лет, что об евреях было сказано, все заложено здесь. У нас есть оружие мощнейшей обороты, и называется любовь. У нас приезжает директор Кэстерского института в Лондон, и следует детей, как за один месяц, и ребенок неузнаваемо меняется, бывший наркоман, и делается, и нашли ответ один, любовь. Хотя у нас дети стоят в 5 утра. У нас очень строгая дисциплина, и поэтому, ну, у нас же во время игры мальчик не имеет права пальцем девочке коснуться. На этом строилась Россия. Но мальчик везде впереди, потому что это кормилиз, это защитник, это охрана. Ну, коротко я вам что-то показал, рассказал. А, вот, первый том, вот здесь ты про единицу поставьте, она вначале не была поставлена. Это первый том. Видите, как с вами открытым, смотрите, кавычки, и считается кверху. Я стараюсь голову кавычалку завернуть. Ты не свинья, подумал, ты человек. Здесь 600 вопросов. Вот это только цифру один поставить. А вот это вот противосектантское, заметите. Как беседовать с какими сектантами? Потом задают вопрос. Православный. Православный ему отвечает. О определенном, по каждому вопросу. О священности. Почему мы православные? Потому что у нас цифры. Это вот житие святых, то, чем русские люди жили тысячелетия. Называется щитименеем. И по одному слову, и 1173 жития, можно найти любое житие, кто такой, какого месяца был, и основное, о чем он есть. Это тоже впервые вышло. Благословение тут. Говорят, а кто благословил? Ну, кто благословил? Можем посмотреть. Вот. Два епископа. Даже не один, а два. Это тоже редкость такой. А сколько лет вы потратили на это? Сколько лет? Сколько лет потратили на это? Восемь лет. 30 тысяч часов провел за компьютером. В 62 года, когда 21 октября, мне показали, как включать компьютер. Вот тут все и пошло. У меня есть, что это сказать было. Дело в том, что моя биография, она очень необычная. Я диссидент, я отбывал сроки, в тюрьмах было, за слово Божие. Я вам покажу сейчас документы. Да не, не надо, я вам так. Нет, нет, это вам это интересно. А вы? Знаете, вы живой свидетель. Посмотрите, что я репрессированный, реабилитированный. Это документы. Да. И вот здесь вы возьмете, тут видно, как я иду арестованный. Это последний арест был уже в 86-м году. Это в Америке. А по образованию у вас какое? Какое у меня образование? Образование все здесь. Вот, летят цветы. Видите, я арестованный. Вот меня ведут. А это цветы летят. Ух ты. Это все описано. Тайно записали, отправили в Париж, там газета «Русское слово», а потом вернулась обратно и все перепечатали. И что говорят в Слуги, прямой речи, все здесь записано. И за границу тоже вы эти книги пославным отправляетесь? Ну, книги все из Сан-Франциско полностью все находятся. Вот. Мы ехали сюда с большим желанием, чтобы люди узнали Христа. Жили по-божьему. И Русь имеет не просто корни главных, она вся вросла в христианство. И как-то можно в раз все отрубить и перевернуть кверх ногами и пойти. Как же на нас потомки-то смотреть будут? Такую страну потерять. А вот скажите, если я в интернет выйду, в Яндекс, наберу вашу фамилию, там вы... Ну, вы знаете, что... Вы будете там? В Google зайдите, у меня Игнатий Лапкин, вот написано Игнатий. И там... Даже фамилии не надо. Одно ваше имя-то зарядите, она сразу выбрасывает Лапкин. Да, и там уже можно подробнее просмотреть. А напишите в форум, допустим, или сайт, она вас выбросит. А если в Mail.ru, Мой мир, зайдете и напишите, Игнатий Лапкин, у меня там 2900 фотографий только, 500 роликов, 530 о нас. Ну, обязательно посмотрим. Вот, а если зайдете на сайт, то на сайте там фильм она снятая. Государственная. Один фильм занял первое место в России, второй главный приз на международном киноконкурсе. Ну, вот как нам порезло. Это любому понятно, что на дороге такое не валяется. Естественно, да. Вот так. Это все там найдете. Если пожелаете через Mail.ru со мной связаться, только скажите где. Я 10 октября возвращаюсь в город. Хорошо. Ну, огромное вам спасибо. Храни вас Господь. Так что, вот поверьте, мы никакой корысти не имеем. Мы отдаем. Я поднимаю. На 12 тысяч, в прошлом, позапрошлом мы подарили на 1 миллион 100 тысяч. Учитывая, что мы ничего не имеем, кроме искреннего желания. Вот у меня главный озвучок в лагере. Россия должна встать. Россия это мы, дети это скандир. Знаете, это настолько потрясающе. Когда приезжает кинохроника, там, вот такие вот и все. Россия это... А какой возраст у детей? Детей нету определенной группы. Лагерь необычен тем, что с 7 лет самостоятельно. А до 7 может быть с родителем, как говорится, комплексом. Могут бабушки прибывать. А до 7 и до скольки? До 7. Он может с кем-то или старший брат с сестеркой за ним смотрит. У нас весь распорядок построен так, чтобы люди удивились творению Божию. Звонят колокола. Ну, свои там все это сделано. Купаются до 6 раз. Катаются на конях. Плавают на лодках. Собирают ягоды. Они разбираются даже во всех травах. И это все в книгах вы найдете. И все в фотографии. Вот в каждой книге 64 страницы с этих фотографий. Притом, не откуда-то взят, а наши. А тем более, вы будете видеть, вот они ребята. Вы их всех увидите там. Вот его увидите, у него венчание там идет с женой. Этот крещение принимает. Этот кино с собаками. Сейчас у нас собака храняет. И вы его увидите таким, как он есть. Так, мы поехали. Рассказывайте. Любовь. Любовь. Мы будем молиться, чтобы Господь сохранил вас. Он тоже с Богом вам все равно. Так, это 16 летом, он не поместил. Это 10, подпишу. Значит, занимает это метр сорок полка. И надо спрашивать, как назвать этот отдел. Ну, отдел он называется. Можно назвать открытым оком. Это из Библии взяток. А второе название может вот такое быть. Во свете Библии. Спасибо большое. В каждой книге я делаю 3000 ссылок на Библию. Я ее знаю просто. Поэтому люди, которые сегодня ропщут, да вот там Путин вот не надо. Все в тебе. Есть такой мужик один, но он, верно, все в тебе. Я, к слову сказать, раньше служили 4 года, я служил в армии. И за время служил в армии, Бог дал мне самостоятельно познать английский, немецкий, французский язык. Я на них выступал. Это армия. Они считают, что я политические системы мира все изучил. Это все в тебе. Я когда начинаю говорить, я молодежь просто захватываю с собой в университетах. Они, ну я с ними у меня 73 года, я даже не чувствую. Ну так чувствуется, глаза молодого. Да, ведь Бог это делает. Вы что, ребята, пошли, а? Ну ладно. Еще себе бросили коробки мои. Нет, они еще не пошли. У вас таких пустых коробок нету случайно? Лариса, когда на это вы не видели? Мы бы взяли, нам необходимо. А вы знаете, вот просто в магазин зайти и попросить, может они дадут. Так, все. Будь богом.